Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа Жизнь Замечательных Друзей. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, мой близкий друг, одесский джентльмен Олег Филимонов. Милости просим. Ну, повод очевидный, Олег. 25 лет нашей с тобой дружбы. Глупо его не отметить. Ну, не чаем, конечно, но как минимум в хорошей компании, замечательными зрителями, нашей большой аудиторией, надеюсь. Как жизнь? Ну, в общем, неплохо. В общем и целом нормально. Ну, вот учитывая твой большой жизненный опыт, творческий в том числе, ты давал интервью, наверное, сто раз уже, да? Сто семь. Сто семь раз ты давал. Значит, получается, что ты говорил об одном и том же, да? Ну, в основном, да. Сегодня, мы, надеюсь, будем говорить о тех вещах, о которых ты никому ничего не рассказывал. Так, так, так. Ну, я думаю, что вряд ли так получится, но какие-то вещи будут совпадать, безусловно, да? Но мне хочется начать вот с чего. Значит, в интервью идет биографический какой-то цикл. Он родился, женился, развелся. Да. Это полная ерунда. Все это было. Это было. Сразу тебе говорю. Родился, женился, развелся, было. И будешь жить долго, надеюсь. И еще расскажешь такую историю не только мне, а всем еще остальным желающим с тобой поговорить на эту тему. Начнем мы с того, что мы с тобой познакомились в энном году, когда в составе команды Одесского государственного университета ты приехал в Москву и в первый же день попал почему-то под мои, значит, какие-то там, не знаю уж там. Под твое обаяние, Саня, я попал. Ну, это неправда. Конечно, не такая. Два слова о том времени, как тебе кажется, которое было, безусловно, счастливым, но, наверное, уже бесконечно ушедшим в Советский Союз, КВН. Ну что, господа ремонтнички, пока лякаем о делах наших скорбных. Говорил я тебе, доведет кружок умелые руки до Цугундера. Так ты что, мне прикажешь телецентр приступом брать? Там, знаешь, у них камер сколько. Только нам, телемастерам, сегодня не мурка нужна, а такая песня, чтоб за душу брала, на работу звала и работать не заставляла. Всем этим предприятиям на святое дело пойдем МПО «Электрон» вызволять. Ваша опера мне понравилась. Пожалуй, я напишу к ней музу. Людвиг Бан Петхот. Ты знаешь, когда я вспоминаю вот это время, какое-то было сумасшедшее время на самом деле. Все вместе происходило в моей жизни в этот момент. Я дописал диссертацию, я защитился. Я начал получать большую зарплату, к счастью. Какую? Какую? Ой, Саша, 340 рублей наличными деньгами я получал. Это колоссальная по советским временам зарплата. Я руководил самодеятельностью на факультете романо-германской филологии. И меня привлекли, значит, попринимать участие в КВНе, возрождающемся. И я попал в Москву, и мы с тобой познакомились, и мы играли, и выиграли. Да, мы-то проиграли. Ну да, вы проиграли. А все на свете. А вы все выиграли. А мы все на свете выиграли. И время какое-то было совершенно потрясающее, потому что я опять воссоединился с Левензоном. Это отдельный разговор. Да, отдельный разговор у нас будет. Но я с ним встретился, и с того момента наша дружба длится по сегодняшний день. Я встретился с тобой. Наша дружба продолжается по сегодняшний день. Я познакомился с замечательными людьми. И, собственно, моя жизнь поменялась где-то, развернулась приблизительно на 180 градусов после, собственно, после КВНа. Значит, сейчас я начну цитировать то, что обнаружил в недрах не только интернета, но и книжек, которые косвенным и прямым образом были тебе посвящены. Меня удивила цитата из Википедии, которая все знает про всех. Она знает в Википедии, знает, например, в чем смысл жизни. Можно нажать такую кнопочку, там все будет написано. И что там пишут по этому. Я не помню. Сколько мне жить осталось? Например, сколько я прожил? Худжу всего дает. Итак, Филимонов Олег Николаевич, цитата из Википедии. Родился в семье преподавателей, историка и филолога. Все правда пока. Да, правда. Значит, в детстве учился в музыкальной школе. Было. Сейчас ходится. Дальше пишут они. Ну, это уникально. То есть остального ничего не было. Да. В 16 лет работал в ресторане. Сейчас внимательно. Играл на гитаре. Потом они все знают про это. На саксофоне. Позднее на клавишных инструментах. Абсолютно точно. Правда. То есть в твоей жизни, кроме родителей, даты рождения, остался факт, в общем-то, вот такой. Играл в ресторане. Скажи мне, а среди твоего репертуара, вот, которым ты веселишь народное селение, есть что-нибудь такое, что по-прежнему является актуальным, что можно вот сегодня исполнить, чтобы мы понимали, что нужно им, что какой-то, и что, в общем-то, с годами не стареет. Саша, ты знаешь, есть, ну, реально, есть старинная песня. Я не знаю автора, поэтому сложно. Милости просим. Реально старинная песня о том, что можно пить. Это, конечно, это... Ну, можно сказать, что мне еще очень важно, не забыл ли ты, как выглядят клавиши? Ну, я не забыл, но здесь они маленькие, но, по-моему, хорошие. Если взять сто граммов палитуры, Жидкость для ращения волос, Влить туда желудочной микстуры, С этого помрет и эскимос. Я же этим только для разгона. На отощак желудок полоскал, Добавлял сто граммов деколона, И имел желаемый накал. Я не по изысканным салонам, Знал по подворотням этикет. Южное мешал сады колонам, Это, братцы, фирменный букет. Если взять сто граммов аэрозоли, Шо для тараканов и клопов, И разбавить лаком от мозолей, Капнуть капель пять Шанель духом, Влить туда резинового клея, И разбавить лаком для ногтей, С этого и грузчики балдеют. Я же просто вижу в темноте. То есть, получается, что, в принципе, Эта песня по-прежнему актуальна? Конечно. Они пьют и пили... Ну да, ну разве что без лака для ногтей. Остальное там все есть. Они не очень избирательные, да, ребята? То есть первое время мы пьем что-то серьезное, А дальше... А дальше что нальют? Что нальют? Нальюбаю, нальюбаю. Нос зажми и пей, не о чему тут учиться. Слушай, вообще история твоей жизни Во многом, конечно, повторяет историю нашей страны. Когда, в том числе, олигархи, Которые вышли из, ну, довольно странных профессий, Скорее всего, столеваров. Ну, там, не знаю, там, дворников вряд ли, наверное. А вот ты, человек, умудренный опытом, да, и всем... Я так разговоры подвожу к твоей жизнедеятельности В Одесском государственном университете, Где ты был уважаемый человек. Я, честно говоря, помню, когда мне рассказывали, Насколько ты был уважаемый, любимый, Что тебя даже там просили быть в приемной комиссии начальником? Ну, я и был ответственным секретарем Это взяточная должность? Должность взяточная. У меня как-то просто не получалось. Не получалось. Ну, не давали, очевидно, мне. Сколько ты просил, я не хотел. Сколько давали, я не хотел. Не хотел. Ну, наверное, так. Ты знаешь, действительно, вообще, Моя работа в Одесском университете, Это отдельная какая-то такая тема. Отдельная эпопея. Я закончил университет очень хорошо. Я был ленинским стипендиатом. Закончил университет, попал сразу в армию, Вместо аспирантуры. И после армии сразу я пришел назад в университет. Меня тут же взяли туда на работу, Потому что помнили... Толковый. Стилистикой английского языка. А тут я работаю, значит, на этой кафедре. И учу химиков, физиков, математиков, филологов, юристов. В основном юрист обучил. Заочников. Заочников и стационарников. Заочники, юристы, это отдельная история. Допустим, заходит майор ко мне. Майор. В форме. Заочник. Погонные, в кителе, застегнут на все. И я для того, чтобы его как-то, ну, знаешь, Как-то по-доброму к нему. Хочу что-то легкое спросить. И, допустим, говорю, Is it a table? Спрашиваю я его. Он говорит, yes, I am. Ну, в общем, как бы это нормальный ход, Это нормальная... Но я хотел рассказать историю. Может быть, мне даже можно выйти на сцену. Из вашего ваше. Конечно, естественно, естественно. Друзья, расскажу вам историю Из моей богатой, значит, университетской жизни. Работал я, наверное, где-то уже на тот момент третий год. Ну, еще молодой преподаватель. А молодых, как положено, все дыры затыкают молодыми. Кто-то заболел, Филимонов идет. Кто-то не пришел, Филимонов. У кого-то, это самое, извините, женская кафедра, значит, Филимонов. В общем, везде Филимонов. И вот сижу я на кафедре. Это конец летней сессии. И факультет наш, на котором я работал, он находится в таком бетонном здании. И жара страшная. Оно нагрето. Кондиционеров, конечно же, никаких не было в те годы. Это, слава богу, 70-е. Ничего не было. Ничего не было. Вот. Значит, сижу я и заполняю такой журнал, называется «Журнал индивидуальной работы преподавателя». Страшная ахинея. То есть, что там в этом... Надо было писать, что ты в этой группе проходишь, и что ты задавал этим, и что ты планируешь делать с теми. Ну, бред. Я выдумываю это все на ходу, пишу этот журнал. Я три месяца его не заполнял, а его надо было заполнять, потому что я его проверял заведующий кафедрой. Никого нет. Пустой университет. Сессия практически закончилась. Врывается женщина с соседней кафедры. Анечка, я помню ее имя. И говорит, боже мой, Олег Николаевич, какое счастье, что вы не ушли еще домой. Я говорю, что? Что случилось? Он говорит, Олег Николаевич, не пришла Берта, не пришла принимать зачет по зарубежной литературе. Я вас умоляю, идите в эту группу, поставьте им по троечке, там дифференцированный зачет. Потому что меня выгонят с работы, последний день сессии, надо закрыть ведомость. Я говорю, ну хорошо, Анечка, ладно, я пойду в группу, только я в общем-то не... Да ладно, раздайте билеты, быстро их выгоните, 12 человек. Действительно, захожу, аудитория такая, амфитеатр. Эти 12 человек разбросаны, знаешь, как Броуновское движение, вот они где-то в разных местах сидят. Все обложились книгами какими-то, чем-то, какими-то конспектами. Я думаю, хорошо, мне главное их не слушать. Главное, потому что я начну задавать вопросы. И так один выходит, отвечает что-то, ну так, более-менее прилично, 4. Второй, более-менее, тоже нормально, 4. И вдруг выходит такая дама, Саша, идет, спускается по такому проходу, знаешь, лестница, значит, на себе нельзя. Ну, где-то, твердый шестой рост, уникальный, ну, талия, мини, ноги, каблуки. Идет она, да, идет, красивейшая. Я думаю, ну это я точно поставлю, это я поставлю за тет, хорошо. Она садится напротив меня, я говорю, давайте ваш билет, что у вас по билету. Первый, значит, вопрос билета у нее ирландские саги. Твоя темная гимна. Да, она, конечно, она не знает, кто такой Беовульф, она не слышала это название, она его путает с Боннибуром. Это революционерский, я думаю, Боннибур. Значит, что-то она такое рассказывает, я думаю, ну ладно, хорошо. Говорю, переходите ко второму вопросу, второй вопрос творчества А. Мицкевича. Я говорю, ну, давайте что-нибудь про Мицкевича. Она говорит, Мицкевич – великий польский поэт. Я говорю, о, нормально. Уже четыре есть. Хорошо, хорошо. А что писал выдающийся польский поэт А. Мицкевич? Она говорит, стихотворение писал, поэмы. Я говорю, прекрасно, вот вы же знаете, молодец. Может, что-нибудь прочтете из Мицкевича. Мицкевича, она ничего не может читать, грудь колышется, знаешь, декольте, красными пятнами. Я так посматриваю в эту сторону и говорю, ну, вы не волнуйтесь, вы же хорошо отвечаете. Ну, давайте последний вопросик я вам задам, такой наводящий. Вы мне на него быстренько даете ответ, и я вам поставлю уже оценочку. Только вы не волнуйтесь, как звали Мицкевича? Такая пауза. Она говорит, ну, Мицкевича звали, когда надо было стихи почитать. Я говорю, уважаемая. Я говорю, нет, нет. Ну, знаешь, меня за живое уже задел. Я говорю, ну, как звали великого польского поэта Мицкевича? Она молчит. И я хочу ей помочь, понимаешь? Я задаю наводящий вопрос, намекая на Адама. А мы ей говорю, ну, как звали первого мужчину? Она говорит, Виталий. Я ей поставил тройку. И отчасти. Ну, и стоя. Ну, таким же не обязательно знать про творчество Мицкевича, правда же? Нет, конечно. Слушай, ну, у меня действительно удивительные были студенты, вот, юристы. Заочники-юристы. Это отдельная категория студенчества. Потому что, знаешь, некоторые приходили для того, чтобы получить действительно знания. Были такие. Их было немного, но были. Стационарники, не берем стационарных студентов, которые действительно занимались очень многие прилично. У меня были спецгруппы, в которых там я преподавал разные юридические дисциплины на английском языке. Family law, administrative law, в общем, разные такие. Я выпендриваю сейчас. Это я на всякий случай, чтобы интеллигентность походить и образованность. Значит, а были те заочники, которые пришли, как бы, чтобы шайбу получить? Знаешь, что такое шайба? Майор. Шайба – это одна звездочка, большая. Значит, он капитан, он уже в возрасте, а майора не дают, потому что нет высшего образования. Он идет на юрфак, на заочное отделение, получает там после третьего курса эту шайбу и благополучно может идти на пенсию. И вот у меня такой уникальный студент. Уникальный студент. Просто я его очень хорошо запомнил, потому что он очень хороший человек оказался. По своим душевным и человеческим качествам замечательный милиционер, начальник ГАИ Беляевского района. Ну, а чего нет, конечно. Под Одессой. Есть Беляевка. Там в основном добыча раков происходит. И вот он приходит ко мне на финальный экзамен по английскому языку. И я думаю, ну, он действительно хороший парень, но главное, вот опять-таки, не задавать лишних вопросов. Думаю, я… Приносит двухтомник Гальперина вот такой словарь, знаешь, 800 тысяч слов. Синего зала. Синего зала. Вот я говорю, зачем вам? А его типа Василий Митрофанович зовут. Я говорю, Василий Митрофанович, зачем вам такой словарь огромный? Вы же… Тяжело искать слова. Маленький надо было русско-английский, англо-русский, там, на 10 тысяч слов. Он говорит, а можно же большой. Я говорю, можно любой словарь. Пусть будет этот. Ну, хорошо, пусть будет этот. Проходит буквально две минуты после того, как я ему задаю вопрос. Ну, в смысле, дал билет. Он поднимает руку и говорит, Олег Николаевич, я слова ищу, в словаре нету. Саша, я озверел. Ну, в Гальперине нету слов. Такого не может быть. Я говорю, простите, Василий Митрофанович, а какое слово? Он говорит, тхе. Я говорю, это… Это зе. Определенный артикль, не надо его искать, он ничего не обозначает. Хорошо. И, значит, продолжает что-то он готовится, выходит. И опять-таки, главное не слушать, чтобы не задавать вопросов. Он начинает отвечать. И у него там, допустим, Лондон, the capital of Britain. Ну, топик и есть. Топик. Я говорю ему, Василий Митрофович, давайте что-нибудь про Лондон. Он говорит, Олег Николаевич, прежде чем начать свой ответ на вопрос первой билета про Лондон, мне бы хотелось коснуться статьи Владимира Ильича Ленина «Памяти Герцена». Вот. И начинает. Чествуя Герцена, мы ясно видим три поколения, три класса, действующие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, потом декабре. Я говорю, Василий Митрофович, в чем смысл? Что? Он говорит, ну, чего-то ж надо. Значит, меня начинает, слушай, натурально начинает колбасить. Я думаю, ну, как он выкрутится из этого? Я говорю, ну, может быть, про Лондон все-таки. Хорошо. И, значит, Лондон is the capital of Great Britain. Я говорю, о, нормально. И так беру свой этот журнал знаменитый, чтобы не слушать, и начинаю в него что-то вписывать, в этот журнал. И вдруг я слышу, что замечательно как-то полилась речь. Плавно так, красиво. Что-то, ну, он говорит, я так не вдумываюсь, но я не понимаю ни одного слова из того, что он говорит, но очень плавно и хорошо, последовательно. Я на него поднимаю глаза. Я говорю, Василий, что это? Он говорит, это я на Молдавском. Слушай, я ему поставил три балла. Поставил? Да, да. Поставил три балла. Через пару дней обнаружил возле двери вот такой вот мешок, полный рыбы. Там какие-то судаки, лещи были. Причем он стеснялся позвонить, как бы, и вот мне это отдать. Он привез под дверь этот мешок рыбы и ушел. Там еще было бы логично поставить бутылку молдавского портфейна, чтобы обозначить его принадлежность. Наверное, понимаешь? Но я понял, что это он. В силу того, что он убежал, я эту рыбу уже не мог. Я раздал соседям по коммуне. В общем, и сами жарили ее и ели там неделю, наверное, эту рыбу. Натуральный хозяйство, Алик. Ну, вот так получилось. А вот у меня, друзья, самый большой трофей был на охоте. Это когда ходил. А где ж ты его поймал? Да я его не поймал. Я на танцу с ней познакомился. 20 лет уже дренатый. А я с другом сбег. Ходили на рыбалку. Вот сетра ловить. Ну, выловили. Вот, чтобы не соврать вам, Вот, 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 он, 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 от того дерева до того. Вот, 12 метров выловили. Да не бывает. С другом, с Лехой. Да не бывает 12. Я и Леха. Вот с другой? Вот, вот, выловили на удочку. Выловили вдвоем. Да не бывает 12 метров. Да это на бавлавок. Потом, потом, потом на червяка ловили. Вот, 12 метров выловили. Не бывает так у вас. С Лехой. Ну, я и Леха. Да не бывает так у вас. Выловили 12 метров. Да я понимаю. У сетра выловили. Не бывает так у вас. У сетра выловили. Ну, хорошо. Я с Лехой. Хорошо. С 12 метров выловили. У сетра, 12 метров. У сетра, 12 метров. Я с Лехой вдвоем. Тогда я был на охоте. А тогда я был на охоте. А я же на охоту, знаешь, как ходил. Как? Не с тулкой, не с пукалкой этой. С автоматом, с АКМом ходил. Ну, это, нет? Вот, шуранул я в берлоге палками, вылазит такой буряк, тридцать с половиной метра медведюка, и на меня, ага, а я его с первого выстрела одиночным в левый глаз, бац, медведюка упал, я его только, значит, разделывать, егер идет, представляешь, егер идет, а у меня же ни лицензии, ни хрена, разрешения на автомат нет. Ну, шо делать, я егеря в левый глаз, бац, оттого вышел. Так ты шел. Егер упал, ну, думаю, надо ноги мои, ноги делать, медведюку-то человека забил, а тут вдруг две старушки грибли. Так ты шел. Ага, с лукошками, с корзиночками идут грибов, значит, пособирать, а я думаю, мало того, шо, значит, медведюку, шо человека убил, шо ж делать, свидетели. Ну, я этих двух старушек с одной очереди, тремя патронами, ах, море-то какое. Старушки попали. И я уже думаю, ноги мои, ноги, а тут автобус подъезжает. Шестьдесят монгольских туристов. Я тебя прошу, бра, укороти осетра, а то я сейчас и этих всех положу. Кто в армии служил, кто в цирке не смеется. Народная мудрость. Давай поговорим о теме, которая вряд ли кому-то там известна. Ты отслужил в армии. Причем это совершенно, это разумно. Человека обучили всем наукам и отправили в армию. Там, видимо, в жизнь воплощать все свои... Конечно, это логично было. Потому что я закончил университет, я действительно был ленинский стипендиат, в общем, очень хорошо учился. Закончил университет, был первым по распределению. А ты помнишь, что такое распределение? Ты захочешь, сидит комиссия. И ты должен подписать, где ты будешь работать. Или там, что ты хочешь делать. И значит, у нас распределение, этот список. Я первый иду по очереди, потому что у меня абсолютный балл, пять. Я захожу, это комиссия, сидит ректор, там, правком, портком, все сидят. И там одна первая строчка. Стационарная целевая аспирантура. Я беру ручечку. Опаньки. Расписался. Вы подумали хорошо, Олег Николаевич. Я говорю, я замечательно подумал. Конечно, я в аспирантуру иду. Расписался, ушел домой. И через полторы недели получаю повестку в военкомат, явиться. Прихожу в военкомат, говорят, собирайся, парень. Я говорю, у меня же экзамены в аспирантуру. Они говорят, не. Позже. Позже, потом. Отслужишь и будешь потом идти в аспирантуру. Я к ректору. Говорю, Алексей Всеволодович, что такое? Меня, я в аспирантуру должен в сентябре экзамены сдавать, а меня вот в июле забирают в армию. Он говорит гениальную фразу, говорит, Филимонов. Министерство обороны на сегодняшний день важнее, чем Министерство высшего и среднего специального оборудования. Иди служить. По-прежнему, в общем. Да, по-прежнему. Все, я пошел служить. Хочу рассказать случай на учениях. Уникальный. Я был в пехоте в это время. И вот, значит, в этой пехоте учения. Широколановский полигон в Николаевской области, окопы, зима, февраль, лютая стужа. Действительно, ну ужас какой-то. А у меня, мои друзья, тоже двухгодичники, они заканчивали физический факультет. А на физическом факультете военно-учетная специальность связисты. Кто не знает. Связь. И два моих кореша сидят в машине, которая называется Кунг. Такая, знаете, крытая машина. Там тепленько. С солярочкой топится печка. Такие лежачки у них хорошие. Аппаратура эта стоит. И играют они в карты все время. В преферанс играют. Значит, там еще два партизана. Партизаны это тех, которые призывают в армию с гражданки на учения. И эти два партизана тут же слили весь бензин с дизель-генераторов двух, которые стояли на случай, если вдруг электричества не будет, чтобы завести. Слили этот бензин, продали, купили водки и выпили. Значит, я периодически к ним прихожу погреться в этот Кунг. А машина подключена к трассе. Через весь полигон трассы пролегают. К электричеству подключены. Все нормально. Проверяют они аппаратуру. Там засы, шмасы. Все проверяют. Все работает. Все очень хорошо. А эти партизаны, когда играют в карты, извините за интимную подробность, на холод выходить по малой нужде очень не хочется. Ну, не хочется. Поэтому они использовали для этого дела горловины этих дизель-генераторов, из которых они слили бензин. Наступает время чек. Собственно, начало атаки. Прорыв, можно сказать, Чехталжинского укрепрайона в Северной Анатолии, в Турции находится. Почему зима? Ну, непонятно. Короче, вот надо прорвать этот укрепрайон. Прибегает туда командир связистов и говорит, пацаны, готовьтесь. Нас переводят на точку. Вот на карте точка показывает. Сюда снимаемся, выезжаем. И на этой точке будет наш пункт связи и командный пункт. Ну, тебе завели машину, подъехали на точку. На точке нету трассы. Надо заводить аппаратуру, потому что сейчас придет сигнал из штаба округа о начале учений. Уже вскрыли пакеты секретные. Уже, значит, все. Ну, прибегает начальник связи. И какой-то еще прапорщик прибегает из связистов. И говорит, хлопцы, заводи дизель-генератор, сейчас будем принимать. Сигнал. И штаба. Ну, один из двух годичников подошел и лениво дернул за веревочку, которая заводит этот дизель-генератор. Дизель-генератор взял так. И, конечно же, тот же заглох. Он еще раз дернул, еще раз заглох. Майор этот связист говорит прапорщику, давай, давай ты дерни, давай. Пацаны не знают, как это делается. Давай дергай. Тот подошел, дернул посильнее, опять. Он говорит, наверное, бензопровод забился. Надо подсосать. Ну, что обычно делают, когда в машине забивают. Значит, этот прапорщик становится на колени перед этим дизель-генератором, снимает его, значит, со штуцера. Делает так. И совершенно озверевший останавливает взгляд на этих двух годичниках и партизанах. А тот майор ему говорит, слышь, давай еще подсоси. Он говорит, сам подсоси, говорит прапорщик майору. Эти начинают медленно сползать. Ну, себе представляешь их реакция? Значит, они красного цвета. Все четыре человека. И так руки в карманы засунули и держат, чтобы не потекло по ногам. На что прапорщик говорит гениальную фразу. Говорит, то, что вы сейчас держите, вам больше, я думаю, не понадобится. А вот задницы понадобятся сильно. Вот конец рассказа про учение. Замечу, что когда ты планировал рассказать этот случай, ты о нем ничего не знал. Ты говорил, что там есть некие такие фривольности, которые, возможно, кого-то напрягут. В наше время это идеально, и хоть детям можно рассказывать. Ну, в общем. Не сказал ни единого слова, которое бы нарушило там чье-то сознание. Да воин пролетарец, зовут меня Чапаец, я красный нацисток. А ну, Микола, подожди, Петька идет. Василий Иванович, Василий Иванович, разруши. С командиром говоришь, а ну, застепнись давай. Да не здесь, вон, подворотничок у тебя рассернут. Вот, вот, хорошо, давай, вот. Василий Иванович, у меня вопрос назрел. Да вижу, что назрел вопрос у тебя. Вопрос назрел. Это, Василий Иванович. Ну, говори, давай, Петрова. Говори, Петрова. Давно хотел спросить вас. Ну, давай, еще хочешь. Ну, такой вопрос интимный. Василий Иванович, а вот как вы думаете, а что такое сексуальная совместимость? Ну, слухайте. Слухайте, братки, что такое сексуальная совместимость? Вот, ты мне скажи, по чести, по чести скажи, Петруха, ты с анкой с пулеметчицей нашей на коды сегодня договорился? Только честно не врать, в глаза смотри. На восемь. На восемь. Вот. Хе-хе. И я на восемь. Получается, Петро, что у нас с тобой есть сексуальная совместимость. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чёрный заяц, Что ж ты вьюшься Над моей головой? Ты, добычи, Не добьёшься Чёрный заяц я не твой Олег, представь себе ситуацию. У тебя машина времени какая-то там возвращает, наверное, много лет назад и даёт возможность выбора. Тебе говорят, или ты продолжаешь как жил, так и живёшь, или ты идёшь по пути, который ты вот сейчас уже осязаешь в полной мере. Ты бы согласился, ты бы подписался по то, чтобы КВН реанимировали ещё раз? Да. Да? Да, несомненно. Это что-то такое, ты знаешь, что-то необычное было во всём этом. Я не знаю, как бы, я благодарен судьбе за то, что со мной произошло, благодаря этим трём весёлым буквам, понимаешь? Но жизнь у меня абсолютно поменялась, абсолютно перевернулась. Я себе планировал академическую карьеру, я был успешный. Я написал кандидатскую, я написал докторскую диссертацию. Я как бы, как торпеда какая-то шёл достаточно резко вперёд. У меня всё это получалось хорошо, мне это всё удавалось. И вдруг тыц, вот этот КВН, этот выход на сцену, эта всесоюзная какая-то популярность. Когда мы шли по улице, мы не могли идти по улице. Я пока не купил машину после Запорожца, уже следующую. Я не мог просто ходить по Одессе, не только по Одессе, по Москве, да где угодно, по Киеву. Когда я решил податься в КВН, моя жена сказала, я выходил замуж за доцента, а не за клоуна. Правильно. Да? Была такая фраза у неё. Ну так вот, собственно говоря, ну, теперь и она, видимо, скажет, нет, ничего. Нет, ничего, нормально. Нормально, да? Она довольна. Всё, Клавка, всё. Готовь деньги, будешь памятник ставить. Что? Коза сдохла. Да нет, для меня. При жизни от благодарного человечества. И за что же это человечество, Яшенька, тебе такое благодарное? А я, Клавка, изобрёл способ, как избавить коров от табакокурения. Ой. Что? Ай. А что, разве коровы курят? Теперь да. Пришлось научить. Зачем? Так зачем? А как бы я по-другому свой способ проверил? Ну как? Ох ты, Рад. Ох ты, Рад. Что? Ой, то-то я думаю, ну, что же от нашего молока так беломором несёт? Ага. Клавка, Клавка, инквизиция, ты моя ненаглядная. А ведь у меня есть ещё одна гипотеза, которая требует экспериментальной проверки. Ага. А вот, вот скажи мне, где у тебя мясорубка? Вот где? Так вот она. Ага. Значит, это мясорубка. Ну. Хорошо. Беломор-канал. Так. Замечательно. Вот берём беломор-канал. Значит, кладём его в этот, как его, научный прибор. Ну. Вот. И, значит, прокручиваем, прокручиваем, подставляю ложку, прокручиваем, прокручиваем, ещё раз прокручиваем. О-о-о, пошло-пошло, смотри, смотри. Опа. О, есть. Вот это есть. Вот, есть. Что это? Это, Клавка, и есть та самая знаменитая капля никотина. Зачем? Ах, зачем? А я хочу доказать научной общественности, что эта капля никотина убивает не только лошадь, но и корову. Какую такую корову? Ну, например, нашу. Нашу корову? Ну. Нашу любимую пеструшку? Ну. Ах, ты ж Гитлер научный. А ну, сад. Зачем? А ну, пей давай. Не надо. Зачем? Зачем? А у меня тоже научная гипотеза имеет. Какая у тебя научная гипотеза? Наша капля никотина убивает не только корову, но и быка. Хотя для тебя это комплимент. Не надо. Айдюк. 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 И все-таки где же у него кнопка? Ури из кинофильма «Приключения электроника». Мой вопросник, вопросник Гольбурта, это очередное, так сказать, мое изобретение. Я считаю, что форма, когда ты находишься с человеком, жизнь которого, ну, никак, там, открытая книга, но многое известно. Ты имеешь право задать вопросы, которые могут носить даже и бесцеремонный характер. Но ничего бесцеремонного, я тебя спрашиваю об этом. Да, спрашивай. Да нет. У тебя никогда не было какого-то соблазна тренировать какую-то команду? Команду мы... Тренировать команду нет. Я руководил хором девочек на факультете романо-германской филологии. Вот, у меня там их было человек 18, причем таких красавиц. Покажи каких. Так что я, можно сказать, что я был тренером какое-то время. Сколько у мужика должно быть друзей? Это только Господь Бог может как-то этим делом распоряжаться. На самом деле их много не бывает, много не бывает. Настоящих друзей бывает, в общем-то, несколько человек. Но я, честно говоря, я доволен. Вот учиться никогда не поздно? Да. А вот чему не указано? Чему я учусь? Ты знаешь, я учусь, думаю я, каким-то образом ладить с людьми, которые по возрасту очень сильно отличаются от меня. Причем это касается не моих детей, с которыми я лажу, а вот как раз совсем поколение, которое мне мало известно. Это некая новая субкультура, которую я не совсем догоняю, музыка, которую я не совсем понимаю, кино, которое для меня, в общем-то, я на другом кино воспитан, понимаешь? Мне очень интересно понять, чего они хотят от жизни. Что это такое? Что является неким двигателем у них? Убежден, что мы не закончили разговор. Он продлится. Вы узнаете много интересного о нем и о нас, о друзьях. Всем хорошо, мы не прощаем. Папаша, дай закурить. Да нет, папаша, закурить дай. Не, ну, папаша, закурить дай, а? Вот ты смешной, папаша. Ну, спасибо, конечно. Но я вообще-то закурить хотел, папаша. Господа, ну когда же вы уже наконец накуритесь? Господи, спасибо.